В 2017 году уже недостаточно просто сделать хорошую фотографию на смартфон. Этим сейчас никого не удивишь. Людям нужно что-то интересное. И сегодня я для вас приготовил такую штуку, которая называется Hyperlapse. Расскажу и покажу, как ее сделать с помощью самого обычного телефона. Для того, чтобы сделать качественный обычный таймлапс, вам понадобится смартфон с функцией записи таймлапса и любой штатив. Но я считаю, что эта штука довольно скучная, потому что таймлапсы уже никому не интересны. Сейчас мы с вами будем делать Hyperlapse и снимать мы их будем с рук. Отличие Hyperlapse от таймлапса заключается в том, что он снимается в динамике. То есть таймлапсы поставили на штатив и снимаете, как машинки катаются, как облака плывут и все. Это скучно, это всем уже надоело, это неинтересно. Hyperlapse снимается в динамике, то есть это мы включаем режим интервальной съемки и начинаем двигать нашим смартфоном. Но не просто так и от балды. Самый простой пример использования Hyperlapse это когда ваш объект находится в середине вашего кадра. Первый раз я пробовал сделать так на игромере, то есть в качестве объекта выступал я и в целом получилось довольно-таки неплохо. С тех пор я поднабрал некоторых навыков и сейчас готов продемонстрировать вам, как выглядит Hyperlapse, например, на вот этом фонтане позади меня. Hyperlapse на фонтанах вообще выглядят очень зрелищно, потому что в них капли воды как бы замирают. Плюс их всегда очень просто удерживать в центре, они обычно круглые. И для того, чтобы получить Hyperlapse, вам нужно просто пройти со смартфоном вокруг фонтана. Ну или же если вы хотите получить другой эффект, то можно пойти либо прямо на фонтан, это тоже выглядит довольно-таки красиво, либо строго по прямой вдоль фонтана, но при этом его всегда нужно держать в центре. Кто-то из вас может написать в комментариях, что картинка получается такая хорошая, потому что камера в айфоне с оптической стабилизацией, она все стабилизирует, но на самом деле это не так. В Hyperlapse очень важно, чтобы вы сохраняли заданную траекторию, всегда были на одном расстоянии от объекта и держали всегда его четко в центре. Если у вас не получается это сделать с ходу, прямо с рук, то попробуйте наметить себе траекторию на земле. Вот в данном случае это вот такая плитка, как вы можете заметить, она идет четко по прямой и параллельно фонтану. Я просто включаю интервальную съемку и начинаю двигаться строго по вот этой линии, при этом фонтан у меня всегда находится в центре. Если показать такой ролик неподготовленному человеку, то он подумает, что это снято на дорогостоящей оборудовании с использованием разных там тележек, кранов и подвесов, но нет, друзья, это сделано с помощью самого обычного смартфона, с помощью рук и того, что я вот шел просто по прямой линии вдоль фонтана. В этом нету ничего сложного, но выглядят при этом очень здоровские эффекты. Главное, друзья, запомните, неважно, насколько у вас большой или маленький объект, главное, когда вы его снимаете, всегда находиться на равном от него удалении и всегда стараться держать его четко в центре кадра, тогда картинка будет красивая и стабильная. Ну а сейчас, я думаю, с фонтана мы закончили и пойдем поснимаем просто красивые виды города. Видите все эти сердечки, которые всплывают из окон? Это все люди, которые пользуются Баду прямо сейчас, и таких уже больше 300 миллионов человек. И знаете что? Сейчас это уже не просто дейтинг, и даже не сервис, который позволяет найти знакомство по всему миру, он позволяет находить знакомство даже в собственном доме или в доме по соседству. Если вам вдруг кто-то понравился, то покажите это лайком, и здесь это даже проще, чем поставить лайк на ютубе, просто смахните понравившийся профиль вправо, а тот, который не понравится, влево. Ну а также функция люди рядом, которая показывает людей, в первую очередь находящихся рядом с вами. Вам достаточно просто один раз запустить приложение, и вверху списка покажутся люди, которые находятся в непосредственной близости от вас. Знакомиться еще никогда не было так просто, и кто знает, может быть ваш новый друг или подруга живет прямо в соседней квартире. В любом случае, пока не попробуешь, ты вряд ли это узнаешь. Гиперлапс очень сильно похож на эффект из матрицы, который называется bullet time, но его особенность заключается в том, что он снимался по кругу с нескольких камер, а у нас камера всего одна, и в принципе результат получается примерно такой же. Вот я сижу на лавочке сейчас перед вами на видео, а вот так выглядит гиперлапс с того, как я сижу на лавочке. Согласитесь, выглядит довольно интересно. Но это просто для вашего понимания, как со стороны выглядела эта съемка. Я сижу вот здесь на лавочке. Честно говоря, со стороны выглядит достаточно странно. Что касается гиперлапса, то с его помощью можно снимать не только фонтаны или, например, лавочки, но и абсолютно все, что угодно. Что это будет, вы уже решайте сами. Моя задача была лишь донести до вас то, что такую красивую и крутую съемку можно делать без использования дорогостоящего оборудования. Все, что вам нужно, это смартфон, который может записывать таймлапс, и ваши руки. Больше ничего. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте ваши лайки, а я в свою очередь постараюсь приготовить для вас в следующий раз что-нибудь интересное. У меня на этом все. Меня зовут Тимур, и я обращаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!